Привет, зрители! Сейчас будет мой огромный обзор моего ухода на декабрь. Почему огромный? Потому что ты это не видишь, но оно вот здесь вот стоит, и тут вот вся прям практически тумбочка им заставлена. Начну я своё видео с Green Mama формула Таги, сливки косметические для снятия макияжа, череда и корень одуванчика. 170 мл, большой флакончик, мне очень нравится, я с ними 2011 года знакома, очень советую. Стойкий макияж они, конечно, за раз не смывают, у меня просто периодически бывают в ассортименте губные помады довольно стойкие. Ну, как ты, может, уже знаешь или ещё только вот припёрся сюда и думаешь, чем Лёля пользуется помимо губной помады. Помимо губной помады я пользуюсь лаком для ногтей обычным. И губной помадой, блесками для губ, бальзамчиками. Всё. Вся моя декоративка. Крайне редко иногда я крашу, красила веки тенями, но по большей части я предпочитаю тенями рисовать по акварельной бумаге. В общем, отличные сливки, они у меня переходят на декабрь, и они периодически заканчиваются. Какое-то время у меня, может, их не было в ассортименте моего ухода, но я реально стабильно стараюсь их заказывать. Или на самой Генмаме, или на Азон можно найти, там ещё в оффлайновых магазинах. В общем, хорошие очень сливки. И есть у них формат 50 мл, 170 мл. Я считаю, что выгоднее и вообще, и бюджетнее, и выгоднее покупать большой формат. Так, у меня тут совсем чуть-чуть, но это восполнимо. Самопальный тоник на основе алоэ геля. Во флакончике от другого алоэ геля. Я им протираю мордочку лица. Ну, в смысле, кожу лица. Да, утром или перед тем, как записать какой-то ролик, я понимаю, что надо бы протереть увлажняющий эффект. В общем, очень классная штука. Если у тебя, зритель, есть алоэ гель, ты можешь взять какую-нибудь фильтрованную воду. Или даже минеральную. В общем, какую-нибудь воду. Вплоть из-под крана. Фильтрованную воду, короче, берёшь. Туда вот как-то пару столовых ложек на стакан этого алоэ геля. Офигак. Взбалтываешь, перезливаешь в какой-нибудь удобный флакончик. И на ватку протираешь. Очень хорошая штука. Я совершенно случайно для себя открыла. Чистые эксперименты ради. Когда у меня тут оставался алоэ гель, вытащить его было довольно проблемно. Он где-то вот досюда доходил, наверное, 1,4 может часть была. Я долила туда воды, взболтала. И такой интересный тоник получился. И вот теперь продолжаю периодически пополнять его. У меня из ухода. Для волос. Подарок от подписчицы Светы. Насколько я помню. Бальзам. Двухфазный моментального действия с экстрактом овса. Его надо наносить после того, как волосы вымыл. Полотенцем слегка их вытер. Я сначала пшикала 2-3 пшика на волосы. Потом на щетку. И пришла уже потом к такому выводу, что надо один раз пшикнуть на щетку. И потом уже начинать с середины головы расчесывать. Очень хороший. Мне нравится. И аромат у него нравится. Но надо его потрясти перед тем, как использовать. Крутая штука. Спасибо Свете. У меня был как-то похожий бальзам масляный. От девочки, которая с Украины. Я не знаю. Она, наверное, меня уже давно не смотрит. Потому что была такая тема. Я даже, честно, не помню ее имя. Но обзоры такие, что она мне что-то присылала. Она вела свой канал. Соответственно, это была какая-то легкая реклама. Канал у нее теперь довольно популярный. Намного популярнее моего. И в какой-то момент в Инстаграме она даже от меня отписалась. Таким темой еще. Ну, в общем. Добилась-то еще, хотела. Больше я ей неинтересна. Но за то, что она мне тогда присылала то масло такое. Ей большое спасибо. И вот подобное масло. Ну, как бы как бальзам. Очень крутая штука. Я его использую даже вот когда, ну, допустим, каким-то бальзамом волосы омывала. После того, как шампунем помою. Или просто вот шампунем его очень мне нравится. Спасибо, Светочка. Ну, он, соответственно, большой объем. Очень экономичный. Потому что буквально только один пшит. У меня тут что это стоит? Нафига я его достала? В общем, я достала, видимо, чтобы юзать его как крем для ног. И забыла. Потому что у меня тут, ну да, у меня крем для ног как бы закончился. У меня есть другой крем для ног от Гринмамы. Но я думала его подарить кое-кому на Новый год. Если, конечно, там не захотят чего-то другого. Поэтому я его пока не трогаю. Он там вообще как бы новый совершенно, не открыто зафольгированный. Вот у нас и Мари. Эйвен. Коллекшн. Эдишн. Это подарок от подписчицы Лёли. Он у меня как бы давно стоит. Я его периодически открывала, брала в деревню. Я его не пользовала как лосьон для тела. Я его и пользовала в деревне, по-моему, как крем для рук. Он ароматненький, вкусненький, нейтральненький, такой хорошо впитывается. В общем, он у меня будет, видимо, как крем для ног. Потому что крем для ног у меня как сам крем для ног. Ну, ты уже понял, Витя. Отсутствует, помимо того, который я приготовила в подарок. У меня тут бальзам самопальный для губ. Он на основе кокосового масла, пчелиного воска от наших пчелок. Ну, и всяких каких-то эфирных масел. Я им пользуюсь дома. Иногда перед выходом на улицу. У меня теперь есть еще и просто гигиеничка. Найти бы ее тут в этом завале. Бодарок от зрителя Сергея. Все бы ничего. Единственное, что омолаживающее. Ну, Сережа мне уже как-то пару раз присылал. Присылал еще до этого посылку. Зато я того обзора на канале глянь. Там это посылка от Сергея. Обзор или что-то в этом роде. Последний, короче, наверное, плейлист. От посылки письма по меняшке. Последний обзор посылки от зрителя на канале как раз это про то самое. Это бьюти-визаж косметика. Эксклюзив бьюти-визаж. Коллагеновый бальзам для губ. Мне не понравилось, что в нем. Он очень плотный. Его неудобно наносить. Его как бы... Вот гигиеничку обычно в теплой комнате гигиеничка. Немножко мягче становится. Как и любая помада. И можно удобно мягко наносить на губы. Он, конечно, приятный по аромату. Я им пользуюсь перед выходом на улицу. Он у меня в сумочке лежит. Он скатывается в полосочку. Мне, конечно, потом сказали, что не дари никому... Оставь себе типа сама юза. И он нифига не омолаживающий. Я уже плюнула. Думаю, ладно, просто такого формата у меня бальзама сейчас пока нет. Только вот тот, который пальчиком, скажем так. В принципе, спасибо за бальзам. Будем считать, что зритель от всей души хотел просто делать приятное. До этого он мне как-то дарил бальзам. Мое солнышко очень хорошее. Мне понравился детский. Детская гигиеничка универсальная такая. Но я не понимаю приколов от людей, которые дарят кому-то что-то неподходящее под тип кожи, возраст и так далее с намеком, что вот ты достойна только вот такого. Я надеюсь, у Сережи будет наконец-то в жизни что-то хорошее произойдет. У него сложится такое. Он перестанет поднимать свою самооценку за счет опускания других людей. Ну и в общем вот он у меня. На декабрь заявлен. Иногда его использую как гигиеничка под помаду, но очень тяжело наносить на губы. Я не знаю, что там такое в составе суперстранное. Этот крем я использовала как крем для рук, когда он стоял на кухне у меня. Его удобно выдавливать. Но у меня закончилась вот эта сыворотка, если тебе интересно, глянь, пустые баночки за ноябрь, которые вот перед этим записала. Они, я думаю, будут уже на канале. К тому моменту, как ты это видео будешь смотреть. И то, и другое от подписчицы света из Москвы. Это какой-то M.A.K.LIFE. Я думала, это что-то не русское, но это что-то русское. Короче, это крем с комплексом антиоксидантов, церамидов, разномолекулярной гиалуроновой кислотой, компонентами, защищающими и предупреждающими чувствительность кожи. И я подумала, что почему бы его и не заюзать по назначению. И вот он у меня будет использоваться в декабре как крем для лица. Я его не пробовала как крем для лица, но как крем для рук он мне очень понравился. Так, обратно бы как-то его зафигачить. Вот. Такая штука. Тут может, не знаю, лампу как-то кольцевую менее ярко сделать. Мне кажется, что она как-то очень сильно обеляет эти крема. У меня ещё сверху пару лампочек включено. Ну, как бы я сделала просто, чтобы чуть-чуть посмыслее было. Вот. Такой кремик. Если кто-то пользовался, поделитесь своим мнением в комментах. Ну, я как крем для рук его использовала, хоть он для лица. Он мне очень нравился. Так, вот это очень крутой, клёвый гель от того же зрителя Сергея. Адидас гель для душа, капсулы с зарядом энергии. Апельсинка. Короче, всё хорошо. Пену даёт очень, ну, очень фиговую пену даёт, но мылиться нормально. Нормально очищает. Какой-то такой аромат на коже немножко ощущается. И там действительно какие-то вот капсулы, если утром гранулы или что-нибудь там. Утром залез в душ. Такой сонный вообще никакой. А у меня последние месяца два уже такое сонное состояние. Ну, месяца полтора-то точно. Ладно, целый месяц у меня где-то такое состояние по большей части, плюс-минус почти каждый день. И они как-то ощущаются каким-то эффектом на коже. Что-то такое, вот какой-то бодрящий эффект от него есть. Хороший гель. Единственное, что маленькую пену даёт. Это я всё-таки люблю, когда больше пенится. В общем, хороший такой. Спасибо, Серёжа. Так. Пена для ванн. Я тут только её думала заюзать, как у меня случились технические проблемы организма. Я пока её ещё не заюзала. Мне надо там помыть ванну, чтобы она была как-то вот посвежее. Потому что от моих отваров для волос она как-то очень быстро желтеет. И после этого, я думаю, принять ванну уже с пеной. Это у нас сладкие сны пены для Ван Эйвен. Мне очень нравятся такие пены. Это подарок от подписчи Цириоли, за что ей большое спасибо. Она у меня стояла в запасиках. И вот недавно начала юзаться. Я её пару раз использовала как гель для душа, потому что мне аромат очень понравился. И как пену для тазика. Ну, делала себе тазик для ног. Вот сейчас я её оттуда не чую. Но что-то такое приятное. Вот, ну, именно вот в душе. Она раскрывается таким лёгким унисексовым ароматом. Мне очень нравится такое. Даже немножко риснуаром уже отдаёт, чем-то вот таким знакомым. Очень клёвое. Спасибо, короче, Лёлечке. Она у меня в год в декабре. Может, конечно, я эту ванну даже сегодня помою. Но как я стараюсь как бы ванной сеймою какой-то фигней, то мне кажется, что она должна сутки постоять после того, как я её омыла. С неё это всё сошло, и вся вот эта фигня моющая тоже испарилась ароматом своим. И только потом в ванну делает. У меня самопальный дезик для... Ну, дезик, короче. Во флакончике из-под Шарм Гринвей. Там вода и эфирное масло мяты. В этот раз ещё у меня мята закончилась. Там закончилась, соответственно, дезик. И я добавила туда эфирное масло эвкалипта. Ну, там чуть-чуть мяты и две трети эвкалипта. И вода. Фильтрованная. И очень хороший дезик. Ничем не хуже воскового дезика, допустим. И ничем не хуже того, что изначально в нём было. Вот этого Гринвейевского дезика. Если интересно, что за Гринвей, у меня там отдельный плейрис Гринвей посвящённый. Там и видео просто на камеру, и шортики есть. Можете глянуть. Вот это у меня от подписчицы Светы. Преодико. Вечером его надо юзать. Но я периодически про него забывала. Но всё же юзала. В ноябре это у нас ночной флюид, восстановление и детокс. Я вот думаю, что раз у меня сыворотка закончилась от Гриньер, опять же отсылка пустым баночкам в ноябре, то я вот буду этим пользоваться регулярно. Постараюсь по вечерам пользоваться перед сном. Хорошая штука, мне очень понравилась. Она быстро впитывается. Единственное, что первый раз, когда я применяла её, смывала себя утром. Ну, в смысле, когда умывалась, я ощущала что-то такое на лице. Но это именно рассчитано на то, что если вечером ей намалывался, то утром обязательно умоешь лицо. Интересная такая штучка. Так. Вот здесь вот во флакончике из-под мыльной основы, жидкомыльная основа Лайн Про. У меня на этой самой мыльной основе шампунь самопальный. Там какой-то настой, в общем, трав был. Ну, типа чай, зелёный чай, по-моему, малина, и ягоды, и ристики, и лепестки роз. Потом эфирное масло лимона и лимонный сок. И, в общем, вот этой вот штукой я мою голову. Сегодня я побывала под шапкой на улице, потом полежала и подремала часа где-то, а три, и в итоге волосы были совсем прилизанные, я их завивала, как ты видишь. Ну, мыла вот этим шампунчиком. После него волосы, в принципе, пышные. Но вот если под шапку их засунул зимой, то они уже не такие пышные. Но мне понравилась, в принципе, мыльная основа. Покупала на Вальберис. Ну, я думаю, её можно, в принципе, ещё где-то найти. Хорошая мыльная основа. Так, Кристалл. Нейк. Нейкет. Это тоже от подписчицы Светы. Алмазный пилинг гель для лица. Апё или Апё, не знаю, как правильно читаться. Так, какая-то корейская фирма. 100 мл. У меня от этой фирмы тоже от подписчицы Светы есть маска. Для лица очень жирная. Она в уходе не заявлена, потому что я с ней пока так и не нашла общий язык. Просто я её на коже очень сильно ощущаю. Может, надо меньше наносить, не знаю. Ну, я её по большей части иногда, если сижу за компом, крайне редко это сейчас бывает, я туда захожу, чисто дрова обновить. Я руки мажу, а потом смываю. Ну, вот увлажняющая, она хорошая, вот если для рук используете. А когда лица как-то я пока не прониклась. А это очень вообще шикарный такой пилинг, очень нежный. Я им когда раз в неделю пользуюсь, когда каждый день. Иногда даже бывает так вот, что я его использую как смывалку губной помады после обзора какого-нибудь, ну, видео, которое я записала. Очень мне понравилось, спасибо Свете. Вот. Такая штука. Очень классная, экономичная. Тут где-то, ну, одна треть уже заюзана. Так, из мыл. Оно у меня в ванной. Оно слегка размякло. И слегка растрескалось. И на части его я даже сделала себе самопальный гель для душа и жидкое мыло. Но кусочек у меня всё равно остался. И поэтому я показываю только упаковочку. Это мыло для детей. Крем и чистотел. Туалетное мыло. Братьев Крестовниковых. Подарок, как подпишется, Лёлечке. Когда-то давно она мне подарила мыленабор. Там три таких мыла было. Одно я заюзала, одно вот сейчас в использовании. И одно ещё лежит в запасах. Оно там большой довольно кусок. Тут целых 190 грамм. Хорошее мыло даёт очень классную пену. Я его одно время использовала вместо геля для душа. Очень классную пену даёт. Мне очень понравилось. И вот жидкое мыло на его основе тоже очень хорошее. Просто я всё пытаюсь на основе мыла, или мыльной основы, делать не на жидкой основе, а вот именно кусковой. Себе какой-то определённой консистенции жидкое мыло. А тут как-то вот смотрю, почему бы на кусочки его не попробовать. Очень классно. Мне понравилось. Спасибо, Лёлечка. Минус, конечно, что оно размокает и растрескивается. Если вот, допустим, куда-то уехал, долго не пользовался, ванне сухо, всё пошло по трещинками. Так, у меня тут тоже от подписчицы Лёлечки. Эйванка, увлажняющие, лавандовые, увлажнение, лавандовые сны, крем для рук для всех типа кожи. Он у меня стоит вот здесь на полочке, ну, в смысле на тумбочке. Я его действительно ползаю сейчас уже по большей части к вечеру. Ну, иду, ложусь спать, и, кстати, надо бы лапу помазать. Хотя у меня там ещё кое-что будет, чтобы лапу помазать. Тут где-то уже половину заюзан. Он у меня одно время был в сумочке велосипеда и таскался, и периодически его там юзал. Ну, просто что иногда бывает такое ощущение, что ешь на велике, и вот хочется руки помазать чем-то, а крема нет, он лежал у меня. Одно время он у меня стоял на кухне на холодильнике, его тоже использовала. В общем, для меня он лично универсальный, я не догоняю вот этого ночного-дневного отношения кремов для рук и ног. Но он мне очень нравится. Лаванду я, конечно, там не чувствую. Там аромат какой-то лимончика есть, мне кажется, больше вот что-то ближе к лимону. Ну, спасибо, Лёлечка, хороший кремик. Так-с, у меня тут алоэ-гель, который вообще напоминает желе. Хорватский алоэ-гель от фирмы Андреона покупала на Вайбре, сделала ему отдельный обзор. Тут уже довольно немножко осталось, а возможно он был в пустых баночках декабря. У меня ещё отложено было его же в мисочку, вот в такую контейнер я брала в деревню, и он у меня стоит на кухне, иногда я его открываю, вместо крема для рук там вот что-то помазать. Кошка, допустим, цапнула, или какая-то аллергия пищевая лёгкая случилась, а чешется, что-то помазала. Универсальная штука вообще мне очень нравится. Спасибо мне за то, что я его купила. Короче, вот и его я беру немножко, разбодяживаю водой и делаю как раз на основе его уже лосьончик, в смысле тоник для лица. Так, у меня тут есть зубная паста. Зубная паста, парадонтол. Где-то полфлакончика, её ещё, я думаю, хватит на декабрь. Я думала, что она закончится в ноябре, и мне придётся покупать какую-нибудь зубную пасту, потому что в последние разы я всё покупала. У меня была китайская зубная паста, долгоиграющая, корейские зубные пасты, долгоиграющие, экономичные очень. Я всё хочу сделать снова, там, какой-нибудь самопальный зубной порошок, или одно время я пользовалась субтаном вместо зубной пасты, но пока руки что-то всё не доходят, поэтому я всё время купила вот эту зубную пасту. У меня одна была в деревне, закончилась она, а другая, по-моему, она была в пусых баночках, которые в октябре были, там, с мая по октябрь, а другая была вот эта. И вот она ещё не закончилась внезапно, парадонтол. Тут 63 грамма, хорошая зубная паста. Так, у меня тут есть, тоже от подписчицы Лёлечки, Эйвен Кэ, тонус с ароматом банана, лосьон для тела, для всех типов кожи, 400 мл. Он одно время был очень часто в уходах, в моих уходах, а потом я его брала в запасики и стала юзаться тем, который сейчас в пустых баночках был. У него, как бы, срок годности прошёл в марте этого года, но он по консистенции, по аромату ничего не изменился, всё точно так же пахнет, и я просто очень редко сейчас пользуюсь лосьонами для тела, именно как для тела. Они у меня идут или как крем для рук, или как крем для ног, или кусочками вот там. Я чувствую, что после душа у меня кусок спины стягивает, и я мажусь лосьончиком. Тут где-то, наверное, половина, но, в общем, он у меня... Вот, наверное, всё-таки, как лосьон для тела, может, я его буду юзать полноценно, а может, так же вот кусочками, там, спина, рука. Спасибо, Лёлечки. И ещё у меня тут есть, он стоял в запасах. Мне его подарила подруга мамы, хрен знает в каком году, в 19-м, кажется. Да, ещё до Нового года, ну, там, что-то я ей помогла, она мне в благодарность его выдала. Я его ещё даже не открывала, но мне кто-то из подписчиков всё время говорил, что там кто-то накупил чего-то в Эйвон, про запас, срок годности вышел, но оно как бы ещё не открывалось и нормально так юзалось. И оно у меня закончилось сроком 20-й, 21-й, 22-й. В общем, в сентябре этого года тут у нас Эйвон Кэа, увлажнение и обогащение с йогуртом и мёдом, лосьон за тело, для сухой нормальной кожи. И я хотела его заюзать, ну, просто посмотреть, как он там, просто для разнообразия, то этот юзать, то вот этот. И он у меня тоже на декабрь заявлен, может быть, даже я его буду использовать как крем на ног вместо того лосьона, но какой из них пойдёт? К какому душа пойдёт? Больше, потому что тут, в принципе, дозатор удобный. Я думаю, может быть, он у меня заменит даже всё из этих лосьонов, которые заявлены на декабрь. Посмотрим потом уже или в январе, или что будет в пустых баночках декабря закончиться. В смысле, вот, может, вот этот или и тот, и Мари. И ещё у меня есть уход. Последний. Мой самопальный кремик, который я делала в своём новом приобретении, который я ещё не смонтировала, комментировала, но есть фоточки в Тереге и Инстаграм, ссылки есть в инфобоксе, на Терегу Инстаграм, есть на самом канале туда ссылки. Мармит, он же Воскоплав. Мармит для шоколада, либо Воскоплав. Он на две штучки, и вот в одной я делала крем для тела универсальным. Я им мазала одно время, почти каждый день. Кроме вот вместо этой штуки пользовала, просто тестировала на себе. Я им мазала лицо по вечерам. Иногда перед выходом на улицу, если вот холодно и на лицо увлажнить, как бальзам для губ использовала. Он был полный, вот сейчас он где-то уже на две трети уюзанный. Как крем для рук. И вот сейчас я при тебе, это тоже, ну и соответственно, крем для ногтей. Тут у нас масло кокоса, чилиный воск, козье перетопленное сливочное масло, мед, потом прополис и эфирные масла. Мята, мандарин, я уж точно не помню, но у меня оно, наверное, будет, скорее всего, я его делала как раз, когда делала обзор Мармита, возможно, на камеру. Может быть, оно у меня отдельно есть каким-то видео, потому что у меня есть какой-то склад на двух, трёх, четырёх, пяти, хрен, знаю сколько, флешек этих видео, особенно на две флешки-то точно есть, которые я вот писала за последнюю осень. И что-то я монтирую, выкладываю, что-то у меня ещё ждёт в своей очереди. И, возможно, там есть процесс приготовления этого крема. И вот тот эксперимент, который я просто давно хотела сделать, крем на основе вот кокосового масла, воска и ещё чего-нибудь, чтобы он был именно кремом, кремовой консистенции. Если он стоит в тепле, он очень жидкий становится. А если он стоит вот на окне, на кухне, там чуть похолоднее, чем на самой кухне, он застывает. И надо его немножко подержать, допустим, на столе, или на холодильнике, или просто где-то в тепле. И он снова становится мягким. Если ты тоже такое хочешь, то можешь написать мне, в инфобоксе есть ссылочка, там по 100% предоплате доставка почтой России. Либо лично в руки, если ты где-то тут обитаешь, вдруг внезапно, или пойдёшь, приедешь сюда обитать, на какую-нибудь экскурсию. Я могу тебе такую штуку сделать. Ну, а эта коробочка, как ты, может, догадался, может, просто ещё соображаешь, что это такое-то. Тут была свечка романтическая, мне подружка дарила. И свечка закончилась, я его помыла, мне так понравилось, думаю, если сделаю какой-нибудь крем, хочу в эту баночку положить. В общем, вот такая штука. Ну, и он мелкие ранки заживляет. Я его просто тестировала, хотела сделать какой-нибудь аналог Кайла Дживана. Кстати, Кайла Дживан. Совсем забыла. Вот ещё на уход декабря Кайла Дживан. Правда, я его, когда покупала на Вайберсе, я не обратила внимания, что он для животных. По составу один и тот же, что для людей. Я так поняла, что у них теперь ещё и для животных это делают. В общем, Кайла Дживан 60 грамм бочоночек большой купила. Но он для животных по составу, как для людей. Я не знаю, почему. В общем, тот, на который я тыркалась на Вайберсе, они все были для животных. Может, они для людей из Индии не смогли прислать и наклеили, что оно для животных. Я не гуглила в сети, есть ли Кайла Дживан на самом деле для животных. И то, что он для животных, я увидела уже дома. Уже после того, как обзор сделала, заказа с Вайберс, где вот этот Кайлаш. Ну, в общем, вот ещё Кайла Дживан. Универсальное средство. И вот я, когда у меня заканчивался Кайла Дживан, который был уже в пустых баночках, я подумала, может, попробовать сделать что-то, эфирное масло ещё посмотрела. Ну, в общем, такой состав, крема, чтобы он как бы был заживляющим. У меня были несколько ранок таких вот от кошки, царапок на руках, и они за пять дней зажили. Конечно, Кайлашем он бы, если бы мазаться там, оно бы зажило быстрее. Ну, а тут у меня ранки от кошки. Я мазала Кайлашем сначала в первый раз, вот один раз сразу, после того, как перекисью промыла. И оно слегка так затянулося. Но всё равно царапки видно, потому что на Кайлаш я потом забила и мазала уже чисто вот этим кремом. Ну, царапки меньше. Короче, он как бы ранки заживляет, но не настолько быстро, допустим, как Кайлаш. Но тоже хороший такой эффект получился. В общем, я в восторге от того, что я сама же тут родила, и тут целую воду ему уже приводношу. Вот этот кремик универсальный у меня стоит на кухне, я его использую в основе как крем для рук сейчас. И он у меня пойдёт тоже на уход декабря, хотя я его юзала ещё и в ноябре. Всем спасибо за просмотр. Если кто-то чем-то подобным пользуется, то это... Дайте знать в комментах. Можете просто что-то написать в комментариях. Ставьте ваши лайки, дизлайки, подписывайтесь, если ещё не подписались, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Включайте уведомления в вашей утюге, чтобы эти уведомления вам приходили. Если ждёте давно АСМР, то можете подписаться на Бусти, либо, если вы не из России, подписаться на спонсорскую подписку на Ютуб, и вам будет лучше, и вы меня мотивируете что-то делать. Ну и это... Всем пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!